Кукуруза, насколько это стратегически важная для вас культура? И потом вы закладываете очень много опытов. Зачем? Почему? Ну вот смотрите, если говорить о кукурузе, то наверное лет 5 или 6 назад для нас это была культура, ну если не номер один, все-таки зимая пшеница номер один для хозяйства, то где-то номер 2 или 3 конкурировала с подсолнечником очень сильно. Мы возделали где-то 700-800 гектар площади были под кукурузой до недавнего времени. До недавнего времени, это какой у нас был неурожайный, вот 17-18 год, когда кукуруза там была 25 центнеров, 18-й год урожайность 25 центнеров. С тех пор руководитель пока не хочет слышать уж очень хорошо слово кукуруза, но тем не менее отказываться не отказываемся, учитывая то, что у нас животноводство, и мы кукурузы 400 и больше гектар сеем, но на силос, силос и зеленый корм, то как зерновая сегодня пока, она все-таки уже у нас не стратегическая культура. Мы всего 100 гектар ее сейчас высеваем. Опыт зачем закладываем? Опять же, смотрите, на рынок каждый год приходит столько новых сортов и гибридов, что если не закладывать опыты, то скорее всего можно оказаться, как говорится, в хвосте паровоза. В частности, в 2020 году у нас мы испытывали на демоучастках 133 гибридов подсолнечника и 70 гибридов кукурузы. Ну, мы как агрономы все-таки надеемся, что времена для кукурузы наступят снова. Все-таки кукуруза, она и неплохой предшественник для зимой пшеницы. Я сейчас считаю, что неплохой. Вот. И... И по цене неплохо. И были годы, что по цене было неплохо, да. И вот представьте, вот мы не закладываем опыты по кукурузе, там остановились в своем понимании на каких-то гибридах пятилетней давности. Да, тут бац, вот решили, все так хорошо, хорошо. Ну, давайте будем увеличивать площадь. Площадь решили увеличивать, а понимание о гибридах как-то уже, да, такое более-менее, о новых гибридах смутное. Поэтому опыты закладывать не перестаем. И сегодня вот уже опять к нам поступают предложения о закладке опять этих демонстрационных участков. Мы поле уже подобрали. И так же, как и обычно, в этом году тоже будем закладывать и надеемся, что будет... И не надеемся. Мы даже вынуждены в этом году немножко некоторым людям отказывать, уже проанализировав результаты нескольких лет, да. И те гибриды, которые изначально, там уже года 3-4, там в хвосте, мы их уже брать даже и не будем надеемо. Будем брать новые гибриды, которые будем сравнивать там на уровне хорошего. А с кем с этими компаниями будете в этом году сотрудничать? Ну, вот как обычно, да. В этом году по распоряжению министерства, пока это... Ну, уже думаю, что это уже не переговоры. Мы сегодня ведем диалог с Российской сельхозцентром на базе нашего хозяйства. Будем закладывать опыты еще и с российскими гибридами. То есть мы же понимаем, да, что... Краснодарские? Сегодня точно пока не знаем. Списка гибридов еще нет. Я говорю, нет, российские все, в том числе и Зерноград, и Ставропольские. То есть мы должны же понимать, что мы не можем зависеть от импортных семян, да, всю жизнь. Мы же должны каким-то образом. И это может быть в частности тоже одна из причин закладки наших опытов. Почему? Потому что в последние годы компании стали предлагать там импортные... Ну, не секрет, да, что мы сидим все-таки на импортных семенах. Вот. А компании стали предлагать семена не только импортного производства, но и российского. То есть, ну, не приведи Господь, что-то случится на рынке семян, и вдруг... Санкции новые. Да, ведут. И с чем мы тогда останемся, мы хотя бы тоже должны понимать из российских. Их же тоже несколько... Он же тоже не один-два гибрида, да, их же тоже там десятки уже. Все эти только гибриды, да? Сорта... Гибриды. Но, во всяком случае, подсолнечек точно гибриды. А кукуруза, ну, на силостных сорта. А почему на силостных сорта берете? Ну, и семена дешевле донского высокоросла. В частности, какие-то моменты мы можем сами посеять, сами переработать и сами сделать из нее семена. Удешевляться иногда хотим, да. Ну, а так вот, в основном, все равно гибриды. Как бы там, о чем бы мы ни говорили, все равно гибриды, и 80-90% это импортные, как бы там ни было. Но вы вот закладываете эти опыты, закладываете с компаниями, не самостоятельно, да, вы их... Компании предлагают свои семена, да, но... Но, наверное, сопровождение их есть, да? Конечно, конечно. И на посев, и во время вегетации, и на уборке обязательно присутствуют представители всех компаний на уборке. И сами понимаете, 133 гибрида, каждое отдельно убрать, это все-таки... Одним специалистам хозяйства это тяжеловато, да, это времени занимает много. Вот, поэтому вот как... Ну, как-то так. И вот вы сказали, что вы тоже по кукурузе сеете озимую пшеницу, и тоже без обработки. А вообще, вы на утил применяете у себя здесь? Вы знаете... Вот этот элемент... Вы знаете... В данный случай... Вы знаете, ну, учитывая, что мы очень... И мне повезло с моим помощником, да, мне вообще с моими мальчиками-помощниками повезло, и до Максима был у меня зам молодой парнишка. И это... Насколько я люблю эти опыты ставить, это даже, наверное, не люблю. А, наверное, это... Ну, не знаю, это говорит о чем? О том, что... Прекущеннальное любопытство. Любопытство, да, не знаю, какое любопытство. Но мальчики у меня вот такие же, как и я. Вот Максим Викторович, это еще и меня, наверное, перещеголял. Вот. И мы, конечно... Ну, даже не знаю, как это вот вам сказать, когда я ему говорю, что... Макс, давайте, наверное, мы вот урежемся и не будем ничего делать в этом году. Да? Они еще больше меня подстрекают. Ну, и мы решили... Ну, что ж у всех наутил, а у нас нет. Да? Порешли к этим вопросам к руководителю, что вот, может быть, давайте будем как-то... Лица, поймите правильно, чтобы перейти на наутил, это нужно все... Это нужно все похерить, все, что есть, и начать с нуля. Давайте начнем с одного поля. Ну, давайте. И вот мы начали с одного поля. Там вот убрали там кукурузу. Как раз-таки вот и началась, как это были года, когда кукурузу мы сеяли достаточно много. Вот мы купили... Первая просьба наша была, когда пришел новый руководитель, мы купили селку прямого сева. Вот мы купили селку прямого сева. И в этот же год мы сеяли на прямую по подсолнечку, ну и по кукурузе сеяли прямым севом. Это был первый год нашего так называемого наутила, да? Вот первый год мы посеяли. Изумительный получили результат. Особенно по кукурузе почему-то, не знаю. Второй год она уже зимой по зимой. Третий год там еще что-то на этом поле посели. Вы знаете, мы развили столько мышей. Потом оказался дождливый год. Мы не могли очень долго туда посеять подсолнечек. И в конце концов на четвертом или пятом годе интерес к наутилу у меня пропал. Я его задисковала и все. И на этом слове... Понимаете, наутил это... Это не только технология. Это, наверное, целая, наверное, наука своего рода. Там все не так просто. Поэтому тупо то, что мы сеем без обработки, это нельзя назвать наутилом. Там должны быть и промежуточные культуры, и сидираты, и так далее, и тому подобное. Третий год, да? Вот вы брали кукурузу и по кукурузе посеяли... Да, да. Нет, она получается два года. Вот первый год по кукурузе посеяли, ничего не делая, да? А второй год, это журазимая по зимой. Еще раз о зимой по зимой посеяли, ничего не делая. А дальше уже следующим идет там пропашные. Это опять же идет... Классическая пропашка, глубокая вспашка, да? Да, классическая. Все-таки мы от плугов не отказываемся. В основном 90% под пропашные, мы все-таки пашем. Вот, не знаю. Наверное, ни я морально не готова, не знаю, ни мои помощники морально, пока, к слову, наутилы не созрели. Не знаю, мы ездили в Песченокопский район, в хозяйство, кто этим занимается серьезно. Изучать пытались эту тему, мы увидели их подсолнечник. Я понимаю, понимаете, что там, если посчитать урожайно-затратная часть, что, может быть, экономически это выгодно, не спорю, но получить урожайность по наутилу под 50 центнеров подсолнечника, я такого еще ни у кого не видела. И не поверю в это никогда. А мы все-таки, вы же понимаете, да, что у нас в самый плохой год там меньше 30 центнеров не бывает, а то и 40, а то и выше урожайность подсолнечника. Ну, что мы будем сейчас изобретать велосипед? А вот кукурузу с каким фау вы берете? Вам же нужно, чтобы посеять, успеть убрать ее, значит, нужно? Ну, как бы там, да. Как бы там и не говорили, все-таки фау в 300, в цифре 300 мы должны все-таки крутиться, потому что где-то 250, 280, 320. Ну, и не потому, что, вы знаете, для нас это небольшая проблема успеть убрать. У нас есть сушилка. Да, у нас есть сушилка, для нас это не такая же большая проблема. Хотя фау больше там 320, 330 мы и не берем. А с какой влажностью вы убираете, максимально какую влажность? Ну, вы знаете, последние годы проблем нет. Или вы берете гибриды, которые с хорошей благоотдачей, поэтому... Да, ну, вообще, опять же, я не хочу рекламировать никакой гибрид, да. Все-таки больше мы любим ДКС, вот. Поэтому это Монсанто, да. Монсанто? Да, мы больше любим Монсанто, поэтому там нет проблем с влагоотдачей. Это вот гибриды, которые все-таки... Ну, пионеры тоже ведь неплохо, да. И с влагоотдачей у них неплохо, и с урожайностью неплохо. Пионеры никак, честно, называются? Пионеры как-то перепиновалась, да, компания? Ну, не знаю, пока к нам ездят как пионер. Ну, пускай. Бривант вы имеете в виду, они стали. Да, как тут, галочка, как теперь называется? Ну, бог с ним. Вы знаете, мы за ними не успеваем. Да, по девочей фамилии помню. Да, они соединяются, кто-то кого-то выкупает, там, Евролис разделился с Байером, кто из них теперь, кто тоже. Только по мальчикам, которые к нам ездят, мы можем понять этот. Ага, этот, значит, если приехал Саша, это значит Байер. А если приехал Александр, то это значит... У вас кукуруза выращивается только на Богоре или есть и на Полине? Нет, полива нет. Полива нет, у нас с водой большой напряг. У вас вообще полива нет, да? Вообще полива нет, у нас вообще с водой сложно. С ним затеваться, потому что воду нет где брать. А негде воду брать, да. У нас эти водоемы, вы же понимаете, что пруды, чтобы иметь пруды, это целое там... Да, у нас и в прудах нет воды. Не потому что вот вы, наверное, едете, обратили внимание, что вот по мосту вы едете, это был пруд в селе. Это всегда, это, ну, всегда был пруд в селе, а этого пруда уже два года нет. То есть у нас воды даже нет для технических целей внутри хозяйств, там, ну, тупо огород полить людям даже нечем. Не то, что там какие-то поливалки где-то ставить. У нас, и мы скважины бьем, когда вот... Для скота, да? Не только для скота, но и для опрыскивания. У нас отдельно пробитые скважины стоят емкости, в которые накачиваем, вода нагревается и так далее. То есть это тоже вот в одной из бригад, прежде чем мы там эту скважину до воды добрались, 3-4 места поменяли, там иногда очень глубоко. Ну, то есть воды у нас нет. Короче говоря, с водой у нас проблемы. А вот по зерну, что вы получаете? Зерно кукурузы. Какие у вас урожаи? Урожаи разные. Урожаи разные. Это больше от года зависит? Конечно, да. От года. От гибрида конкретного. Нет, вы знаете, все-таки от гибрида, наверное, тоже зависит. Вот смотри, если мы возьмем, вот, прошлогодняя дема, да, как раз перед вами у нас были люди, они предлагают в этом году, это новая компания, новые предлагают нам, просит, не предлагают, а просит взять на дема гибриды, вот. Нельзя сказать, что не зависит урожайность от гибрида, да. Да, смотрите, есть от 65, допустим, там, в прошлом году до 39, конечно. Да, да, да. Да, гибрид имеет значение, это однозначно, конечно. Ну, даже, наверное, больше гибрид имеет значение, чем все остальное, потому что я не могу сказать, что у нас какая-то там супер-модная технология. Нет, стандартная, обычная, как у всех, с несением достаточного количества удобрения. Мы же делаем мониторинг, да, нам рассвет там сделал по содержанию элементов питания в почве, там, вносим удобрения согласно их рекомендациям и так далее. То есть мы выполняем одинаковые условия, как бы, да, для каждого гибрида. Уж как каждый гибрид отзовется на то или и на этом мероприятии, это уже другое дело. У вас 70, да, опыта вы закладываете по кукурузе, и сколько ежегодно отметаете? Смотрите, ну, какой год, как получается. В прошлом году было 70, потому что не хватило площади. Желающих у нас заложить опыта было и больше. Ну, смотрите, если мы 70 заложили, а 7, 4, 5 гибридов, то, сами понимаете, остальные отмелись. Ну, вы берете трехлетние, да, испытания? Да, да, и причем, вы знаете, вот если 3, 4, 5 гибридов, 7, это не значит, что, вы же понимаете, если 5 гибридов, то каждый же из них не на первом месте, да, кто-то же на пятом, да, и даже не на пятом, он может быть на десятом месте в этом году, да. Но мы его взяли, почему? Потому что он там в течение трех лет в этой пятерке или десятке стабильно присутствует. То есть он не на втором там месте, не на первом, но и не на двадцатом. Сегодня на первом, да, на следующем, вот на тридцатом месте. Нет, вот он три года вот в этой там пятерке или десятке. Причем десятое место от первого там отличается не десятками с центнера урожайности, он там отличается, ну, вот если дать, возьмем, допустим, кукурузу, да, ну, 60, там, допустим, 64,8 один гибрид, а второй там 64. То есть это же не значит, что он намного хуже, да, 62,4 и так далее. То есть там, да, на центнер, на два, то есть на 60 центнерах, центнер два – это не такая большая там проблема. Поэтому выбор вот так, наверное. И, наверное, бывает так, что на товарных посевах тот, который показывал на демо лучше себя, может, могут передвижнуться, да, поменяться местами. Очень, да, очень. Вы понимаете, мы же их все, мы не все в один день, да, и я думаю, что очень большое значение имеет такое слово, как, наверное, попасть в срок сева. Попасть в срок сева. Вы тогда обычно начинаете? Если бы нам гидрометцентр мог разложить хотя бы на месяц, да, по году, по дням, вот как пытаются Горбань это делать, вот вы, наверное, о нем слышали, ну, есть такой ученый, он с Украины, он по дням может разложить, ну, опять же, не всегда сбывается, то мы бы посчитали с вами, да, понимая, что когда там цветет кукуруза, да, нужна вот такая температура, вот такая влага, да, вот, мы бы посмотрели, ага, когда же это будет, вот такого числа, и назад бы сейчас отмели, отмели, и посчитали бы, и попали бы точно в срок сева. Мы как попадаем с вами? Интуитивно, да? Все-таки агроном – это не только еще какие-то теоретические знания, да, это еще умение чувствовать шкурой, я вот, наверное, так бы вот это назвала, вот. Поэтому, ну, вот, много лет кукурузу сеем, и не очень рано, и не очень поздно, вот, начиная где-то в апреле, ну, опять же, как сложатся погодные условия, да, ну, теоретически можем сказать, да, когда температура почвы, там, на глубине заделки семян прогреется, там, до 10-12 градусов, да, сегодня померили термометром, прогрелась, а завтра ночью сегодня бахнул мороз, вот, сегодня ночью был мороз, правильно? Да, море. Какая там уже температура, да, уже ж она понятна на градус, там, наверное, ниже, там, или на полградуса. То есть, я думаю, что это тоже, как бы, ну, чисто теоретически сеем в апреле. Ну, вот, в прошлом году стерилизовалась пыльца, да, попали в жирюку, в этом, или удалось... Ну, нет, все-таки, я думаю, что все-таки удалось проскочить, потому что в прошлом году урожайность кукурузы все-таки была тоже не очень плохая, согласитесь, да? Сейчас найдем, найдем и определимся, сколько, по-моему, там, если мне память не изменяет. Кукуруза на зерно, ПСК Александровский, 20-й год. Ну, вот смотрите, у нас дала 45 Сиднера, а в соседнем колхозе 66, а рядом с нами в колхозе 24, а еще в одном колхозе 35, а еще в одном 54, а мы все сели в апреле. Это от чего зависело? От гибрида зависело? И от гибрида зависело, и, наверное, все-таки где-то не попали. Да, вот вы были правы, что какие-то гибриды в цветение попали. Да, и в такую вот. Ну, для нас было точно, потому что все-таки та зона даже нашего района попала в дожди. Вот там, где были более-менее дождики, у них там более-менее. А вот мы сюда, у нас было похуже, жарко, сухо. Как у вас в этом году, вот по влаге, у вас дожди не обходили? Не обходили. Но, опять же, мы тестовое хозяйство рассвета. И до вот этих вот дождей, до вот последних дождей, у нас в метровом слое было где-то 180-190 миллиметров осадков. То есть это было более-менее достаточно. Ну, сегодня до поля дойти просто невозможно, чтобы можно было там еще покопать. Я думаю, что за 200 миллиметров точно есть. Короче, вас радует, что в поле сейчас не выйдет. Очень радует, да, очень радует. Единственное, что немножко вызывало беспокойство, но мы же все покормили до последнего вот этого дождя, покормили озимой пшеницей, особенно фермера. Вот сейчас у меня... Ну, у нас как-то попало уже, наверное, конец мерзлоталой. Уже вот мы под этот дождь в основном покормили 14-го числа. Дождь пошел 16-го, да, большую часть площади. Вот. Ну и часть померзлоталой, да. А фермера спрашивают, Александр, что ты поработа с озимой? На что я им отвечаю, что будет все хорошо. Все хорошо. А у вас что все в обороте? В основном, наверное, озимая, как у всех, да? Как у всех озимая. Как у всех подсолнечных. Да, как у всех. Как у всех 15. Да, кукуруза. Кукуруза не 15, теперь выше меньше. Теперь меньше, да. В основном она сила со зеленый корм. Мы еще выращиваем лен. Вот, увеличили площадь в этом году до 300 гектаров. Будем все это ленарит. Он рентабельно, получается? Вы знаете, в этом году и рентабельно был. Цена была очень неплохая. И он, как предшественник для зимы пшеницы, очень хороший. Потому что меньше... И по срокам уборки там не совпадает с пшеницей? Да, это почти как полупар. Во-первых, там он не рекордит же урожайностью. Да, то есть вынос питательных веществ не ахти какой из почвы. А для того, чтобы его вырастить, ему нужно достаточно там удобрений положить. Вот, успеешь обрабатывать почву хорошо. И я думаю, что урожайность зимы пшеницы компенсирует все недостатки льна. Все там недоборы, если бы были недоборы. А так как все-таки, я думаю, что в этом году он был за 30 рублей, урожайность за 10 центнеров. То есть по сравнению с паром, от нее есть хоть какая-то польза. Да, мы всегда так считаем. Поэтому мы увеличиваем площадь. А для кукурузы какие предшественники хороши? По чем вы сеете кукурузу? Как вы знаете, учитывая, что считаем ее не стратегической же культурой. То ей какие придется. Зачастую ей приходится зимая пшеница. Да, почему? Ну, потому что по подсолнечку зима я посеяна. Ну, по кукурузе, само собой. По льну, само собой. По гороху, само собой. По чем там? По яровой пшенице. Пшеница и яровой ячмень. Это там подсев трав многолетка. А вы яровую пшеницу и ячмень сеете, да? И полбу сеем. И полбу сеете. Да, у нас полба есть. Недавно? Уже 2 или 3 года полбу сеем. У нас есть своя крупоружка. Да, и полба, наверное, тем хороша, что ее фактически можно не обрабатывать, да? Химикатами. А насчет химикатов, да. Химикатами не прокусит? Ну, наверное, да. Не прокусит. Вообще, вы знаете, на ней и вредителей мы что-то не видели никаких. Но тем не менее, все равно с сорняками побариваемся на ней. А так, да. Ну, и считается, что она все-таки не дешевая крупа. Да, и у нас есть своя крупоружка. И вот как-то пытаемся ее продвигать. Мы начали там с каких-то там 15 гектар завезли с семьи у нас Краснодара. Уже сейчас мы сеем ее где-то 50 гектар. То есть вот когда вот... Это тоже... И все такое? Пытаемся искать. Да, да. Пытаемся тоже, вы же понимаете, пытаемся севооборот плохо хорошо выдерживать. Потому что... Ну, нельзя же сеять только подсолнечник и озимую пшеницу. Да. Мы пытаемся. Много... У нас много травы, многолетние травы. Это люцерная, эспарцетная корма. У нас больше тысячи голов скота. Полтора тысячи уже голов скота, которые... У вас и маточная патология есть, да, у вас пленка? Ну, конечно. Конечно, да. А маточная сколько составляет? Ой, я даже не знаю. Знаете, это как бы, как сказать, не входит в мою компетенцию знать, сколько у них там чего. Поэтому могу по отчету председателя, могла бы посмотреть, не знаю, где он местенец. Но у вас вот кукуруза, с учетом того, что вы ее в последнее время сеете не очень много, она по хозяйству расходится или продаете зерно? Больше, наверное, нет. Продавать продаем. Продавать продаем, конечно. Но, сами понимаете, да нет, продаем, наверное, и вывозом такими партиями. Все-таки 100 гектар, это 450-500 тонн кукурузы мы получаем ежегодно. Да какой экспорт? Нет, конечно. Это недостаточные партии, да? Конечно, да. А куда вы? На Астан или куда вы? Аминька? Это не входит в круг нашей компетенции, нет. Ваше дело? Наше дело вырастить и завалить ток продукции. А куда уж его денет председатель, это уже как бы у нас абсолютно не касается. Сколько, вот, нужно в оптимальные сроки посеять, сколько у вас уходит на кукурузу? На сев? На сев, да. Знаете, мы можем ее посеять за один день. У нас достаточно техники всего, да. Это связано растягивание срока сева, как раз таки связано с тем, чтобы, наверное, во-первых, с уборкой, чтобы потом не было проблем, да. А во-вторых, чтобы все-таки попасть в срок сева, попасть. Если не приведи Господь, все 100 гектар посеешь в один день и все 100 гектар попадут в жару, да, все-таки вот как-то так. Ну, опять же, не очень долго. Мы там, это буквально там 2-3 поля у нас, значит, мы там поставим в план, что вот это поле будем сеять 15 апреля, да. Это поле будем сеять 20 апреля, а это поле давайте попробуем посеять 25 апреля, и все. А дальше там это чисто так, теоретически, там плюс-минус. То есть вы регулируете немножечко и фау регулируете по сроку, когда идет опыление, и тем, что вы растягиваете удовольствие. Растягиваем, да, не потому что это, у нас 4 сеялки, и пятая стоит на запас, если вдруг что, дневная норма сева для 4 сеялок, и даже не целая дневная. Ну, кукурузы сеем мало, конечно, я иногда, может быть, ностальгирую, что по тем временам, когда сели, у нас были года, что мы сели по 800 гектар гороха, по 700 кукурузы. С другой стороны, я вспоминаю, какая-то головная боль, да, все-таки это тоже сложно, сами понимаете, да, не кукурузу убирать. Ну, не знаю, надо ли я много больше. А на зеленую массу, сколько получаете зеленой массы, какие идут гибриды или сорта, ну, вы говорили про сорта, сколько можно получить с гектаром зеленой массы? И 300 центнеров, и 250, и 200. Это очень хорошие показатели. Да. Но там же тоже, сами понимаете, 400 гектар, почему там тоже выбираются и срок созревания, то есть то же самое ФАО, силос тоже убирается, его нужно достаточно быстро убрать. А второе, они все-таки, хоть они считаются, они должны на выпасе, как бы, да, быть, ну, поймите, полторы тысячи скота, куда их выгнать, выпасать? Столько же нет ни балок, ни площадей, да, они, хочешь не хочешь, их нужно же прикармливать, и прикармливать мамочек для того, чтобы у них было молоко, их сосуд, дети все лето. Вот, поэтому там тоже и разрываем и сроки сева, и сроки козьбы и так далее. Там тоже целая, с техниками составляем, они свой рацион кормления, мы же под них там, да, к этому конвейеру их не можем. Свои сроки у них свои, а то, чтобы совпадали. Конечно, да, конечно, поэтому вот как-то вот так. Кто, кроме калмыков, любит еще кукурузу, какие вредители особо вам так вот надоедают? Как всем, наверное, совка, наверное, как всем, да. А вы химически или... Особых методов борьбы с соком, наверное, я пока и не вижу. Честно говоря, когда-то мы очень плотно сидели на биологии и пытались биологическими методами борьбы. Нет, все-таки пока не знаю, пока только химия может с ними бороться. Нет, я не говорю, что сейчас вот я смотрю, это Бионоватик предлагает какие-то препараты. В этом году будем их пытаться на себе опробировать на наших полях. А, просто биопрепараты, да? Да. Ну, вы же понимаете, что с химией тоже там все сложно. Если не попадешь, мы ставим вроде бы эти... Ловушки. Ловушки феромоновые, да, и вроде отслеживаем. Мы за летом бабочки высчитываем, там откладку яиц и тыры-пыры тролевали. А наша бабочка не вся тоже летит одним днем, да. Сегодня одна прилетела, послезавтра другая. То есть если не налил на них. Да, все равно это пропустил. А когда сока ушла, уже с метелки опустилась в початок, и уже там ничем не достанешь. Ну, опять же, я же говорю, что у нас-то всего 100 гектар этой зимы кукурузы на зерно. Но сегодня это, может быть, и не такая большая проблема. А когда большие площади, то, конечно, было ужаси, короче говоря. А болезни какие? Учитывая, что она у нас протравленная, гибриды устойчивые, пока проблем не было у нас. Мы ничем дополнительно по кукурузе, по болезням не работаем. То есть если есть, то есть, то есть рецептовка? Да, единственное, когда мы перетравливаем азимовую кукурузу против проволочника, да. Все-таки она не вся идет уже протравленная. И ту, допустим, которую, что сами выращиваем, протравливаем. Мы добавляем еще фитоспорин. Ну, добавляем и добавляем. Не знаю, в надежде, что вдруг что-нибудь, хотя об этом, может быть, не нужно ни говорить, ни писать. Потому что никаких опытов с существенными результатами нет. Это чисто такой агрономический. Как Вы говорили, интуиция. Ну, может быть, да. Да, в надежде, что... Ну, нет, серьезных проблем с болезнями на кукурузе нет. И такой метод борьбы у нас с болезнями на кукурузе тоже нет. А вот то, что кукуруза, Вы посеете по кукурузе азимовую пшеницу, у них же болезни... Фузариоз. Фузариоз одни и те же. Ну, смотрите, прежде чем азимовую пшеницу посеять, мы же сдаем на фитоэкспертизу семена. Да, и если бы были уже проблемы на этапе семян, эти семена бы выбраковали. Это однозначно. А так как мы получаем... Во всяком случае, надеемся, да, что фитоэкспертиза проведена профессионально и все там хорошо. Вот, следующий этап – это протравители. Протравители. Протравители мы на протравителях не экономим. Мы покупаем только оригинальные протравители, там двух-трехкомпонентные, которыми работаем уже не один год. Протравители сами, да? Семена азимой пшеницы. Конечно. Мы сами протравили. Да, конечно. Вот, поэтому я думаю, что пока Бог миловал. Не, тьфу-тьфу-тьфу, ни одного года такого проблематичного, во всяком случае, не было. А вот эти поля агронома – это вся кукуруза идет зерновая, на зерно, да, вы выращиваете? Да. На зеленую массу – это уже товарные поля, то есть… Вот эти 400 гектар, которые… На зеленую массу не все, да? Тут их особо, наверное, нет. Нет. Ну, тоже же здесь в зависимости от гибрида, там количество листьев зависит, сколько листьев на гибриде. На раннеспелых там листьев поменьше, на средних, поздних побольше. На поздних еще больше листьев, да, они там позеленее очень долго. И даже бывает, вы знаете, бывает ФАО, допустим, 320, да, и ФАО там 250. 250 еще стоит, а 320 уже там влагодача другая совсем. То есть здесь тоже за ними посмотрим. Вот в этом году мы на Силос купили вот ДКС 45-41, у него там ФАО, по-моему, там за 350 или за 330. Купили еще Джоди Лимогрейна, мы обратили внимание, что он очень долго стоит зеленый. И поэтому это же тоже очень важно, да, чтобы он не сгорел. И в этом году мы тоже вот обратили внимание, поанализируем, сделали себе там отметки гибриды, которые при том, что ФАО было… Мы ФАО больше 380 не сеем на ДЕМА, да, но при всем, при том, что ФАО, допустим, 350-360, а он стоит и стоит зеленый, он стоит и стоит зеленый. Мы на него сейчас обратили внимание, и в этом году возьмем отдельным кусочком посеем и попытаемся еще и урожайность зеленой массы поубирать и попроверять, да. Это же тоже важно, получить зеленой массы больше. Я, наверное, немножечко забыла, может, повторюсь. Вот с каких пор Вы сократили, Вы говорите, было и по… Площади. Площади, да. Какой был год неурожайный? 18-й, не помните? Ну, по сравнению с 17-м, 18-й был не очень урожайный. Неурожайный был. 17-й был у нас самый… Ну, 17-й был хороший, да? Да, самый, самый приборный. И, честно говоря, вот если бы мы обратили внимание, что это нужно повспоминать. Наверное, повспоминала все-таки. Ну, это… Ну, вот между вот этим, по-моему, как не 18-й это был год. То есть три последних года, да, Вы сократили? Да. Да. Что может заставить Вас вернуться? Презвие объемы. Вы знаете, ну, во-первых, это же руководителя должно что-то заставить, да? А вот я, кстати, это был все-таки 18-й год. Вот он, 2017-й год. Урожайность у нас была 29, у народа 20, 20, 19, 27, 28. 18-й год. 18-й провальный год. Да, провальный год. И причем, Вы же понимаете, при урожайности 29 центнеров, эта кукуруза практически сработала в ноль. А у нас была площадь, сейчас посмотрю, даже какая была на зерно гектара. Ну, было 300 гектар на зерно кукурузы. В тот год уже было меньше. Было 300. И представьте, 300 практически сработали в ноль и в минус. И это как на экономике хозяйства. Вообще кукурузы не очень неизвестивательные, да? Во всяком случае у нас, в нашей жизни. Не, ну, смотрите, если всего в этом году получили 60 центнеров и 10 рублей, то это 60 тысяч рублей с гектара при затратах почти в 30 тысяч. Вот в 29 центнерах это ноль, потому что затраты минимум 30 тысяч на гектар составляют. Вот. При урожайности 45 центнеров, а сегодня у нее цена там была какая-то была тоже там 13, 15, 16, то хорошо. Но подсолнечник при урожайности почти 40, цена 45. Что лучше? Или а зимая пшеница? Как она опять подсолнечная пшеница? При цене 17-18 рублей она была, да, и урожайность на 60 центнеров. Ну, сами понимаете, вот и сравнивайте. То есть, как бы сегодня... То есть, количество опытов сокращать вы не намерены? Нет, конечно. Потому что, как говорится, чтобы хотя бы оставаться на месте, надо все время бежать. Конечно, смотрите, мы пытались вырастить нут, да? Но мы же тоже не стоим на месте. Нут повыращивали, смотрим, что это не наша культура. Но, тем не менее, семена в загажнике у нас есть. Наша прониклость стоит на запасе. Сафлора мы пытались заменить какие-то площади. Сафлора мы занимались год или два. Сафлора мы уже сократили площадь. Ну, как, убрали сафлор. А семена у нас в загажнике есть. То есть, так, горох у нас есть в запасе. Гороха сегодня площади тоже небольшие. Там всего 150 гектар мы сеем. Но, тем не менее, в запасе у нас всегда есть на 200 гектар гороха. Мы их обновляем и так далее. Мы же не знаем. С нашим государством очень сложно как-то вести планомерно свою работу. Поэтому должен быть готов ко всем. Даже не знаю, как это назвать. Нюансом это мягко сказано. Поэтому вот как-то так. У нас так. Что у нас еще в запасе есть? Ну, есть много чего. И травы у нас всегда в запасе есть. И, наверное, если вдруг надумаем чем-то заниматься. Во-первых, все вооборот. Ой, очень хорошо. Во-вторых, органика. Да, уже и органика мы вносим. Уже вот одно поле в год мы можем в два поработать. И севооборот. Мы увеличили площадь под многолетними травами почти до 500 гектар. Вы же понимаете, что такое. Да, все-таки кукуруза носилась. И зеленый корм – это какой предшественник для зимы. То есть нам, как агрономам, мы двумя руками за животноводство. Даже еще, если мы уже ногами будем голосовать. Лишь бы оно было. Ну, и навоз, он же на один год, он же несколько лет дает отдачу. Да. Экономия есть же на удобрениях. Ну, конечно. Ну, не сколько есть экономия, наверное, на удобрениях, сколько, наверное, эффект есть. Да, экономить. Все-таки пока есть. Алло. Алло. Да, да, да. Получили, да. Ну, хорошо, я девочек попрошу, чтобы заехали завтра, забрали. Хорошо. Спасибо большое. Отложите, пожалуйста, не отдавайте никому. Спасибо. Магния, цитрат. Не пьюйте солгарта магний. Магнель 26. Ну, как-то говорят, он грязный, там, то-сё, да, малоэффективный. Вот солгарта. Солгар вообще же хорошая. Да, но… Они дорогие, но они качественные. Да, 1100 рублей стоит эта баночка, конечно. Хо-хо. Омега у них там вообще 2000, по-моему, банка. Я смотрела. Омега-3,69. Да. А, я ещё… Это цитрат магния. Это уже печень. Цитрат магния, да, и… Ну, мы же болели коронавирусом. Может, да, организм, так сказать, пытаемся восстановить. Да. Да. Ну, вот мне витамин С никакой не подошёл, кроме ихний, тоже. Никакой. Я чё только не пила. Съём к витамин С я не пила. Ну. Возвращаемся. Вот, к слову, да, о том, что ничего не растёт уже без удобрений. Ни дома, вот, ни в горшке цветы, да, ни мы. Если не попьём, ничего, и ни хрена здоровья нет. Лидия Александровна, вы что-то утаили от нас, от наших слушателей? Про что? Или всё рассказали? Я, может, что-то не спросила, а есть смысл об этом поговорить? Ничего не утаила. Я руководителю вашему сказала, что, может быть, сегодня даже неинтересно с нами о кукурузе говорить, потому что мы её сеем мало. Мы её сеем мало, но, тем не менее, мы её из поля зрения не выбрасываем. То есть мы следим за новинками и гербицидов, да, то есть, как бы, здесь же тоже не всё так просто с гербицидами. Можно похерить, любое хорошее дело можно похерить одним только гербицидом, да, и следим за подкормками, там, и семена. Она, может, вот семена, мы, если мы перетравливаем семена, мы их ещё перед силом цинкуем. Для чего это? Да, но у кукурузы это на это проблема, недостаток цинка, это вот, если вы, может, едете по полям и видите осветлённые такие листья, и когда у неё недостаток цинка, она плохо усваивает азот, плохо усваивает все элементы питания. И тогда это тоже на урожайности сказывается. Это для усвоения микроудобрения. Да, то есть цинк это для кукурузы очень стратегическое микроудобрение, поэтому мы, учитывая, что можно там не попасть, засуха бывает, когда нужно обрабатывать, мы цинкуем семена. Предпоседную обработку. Это препараты специальные, да. Вот, опять же, я как бы не буду их называть, потому что это, назову, это будет реклама одним и обидятся другие. Просто каждый, каждый, я не знаю, по мере своих, наверное, знаний, навыков, опыта и так далее, кто чем цинкует, кто просто, я не знаю, серонокислый цинк делает, кто-то яровские препараты добавляет, ну, кто на что гораст. Это очень важно для кукурузы, цинковать ее, первое, это обрабатывать семена, и второе, работать по вегетации. Вот это мы делаем обязательно. Если говорить о том, что у нас ее мало, мы ее там выращиваем, а как? Нет, конечно. Мы ее сеем с удобрением, сеем со сложным удобрением. Но тут тоже, как бы, сегодня мы, опыты у нас заложены. Первое, значит, мы запахали сульфат аммония, 150 килограмм запахали, сеять будем с селитрой. А подкармливать первую обработку будем карбамидом. То есть, а второе у нас стандартная наша технология, ничего не запахивали, сеять будем с сульфатом аммония, а кормить уже будем там в междурядную обработку, в междурядную культивацию у нас в сеялке с банками, в культиватор с банками будем кормить селитрой. Это стандартная наша технология. Вот мы посмотрим, опыт заложим на одном и том же поле, посмотрим, что лучше. Потому что, как бы, одни утверждают, что карбамид у него более пролонгированное действие, и он там, допустим, это аммонийная форма, там перейдет в нитрат, усвоится корнями. Как раз в то время, когда она закладывает метелку, это время самое, ну как сказать, больше всего она нуждается в азоте. Ну, то есть, вот теоретическую эту базу хотим вот подогнать и посмотреть, что на самом деле лучше. То есть, технологию все равно усовершенствуем, откатываем и присматриваем за ней, потому что, вот, сами понимаете, мы же не знаем, как дальше сложится судьба нашей и нашей кукурузы. Вот так. Это если об агротехнике кукурузы. Насчет опытов, ну, вы же не можете, на одном и том же поле все равно условия немножко разные почвенные, да? Конечно. Ну, опять-таки, ну, вы посеяли там несколько десятков гибридов, но вы же экспериментируете и на обработках. И как понять, сработала этот гибрид или нет потенциал? Нет, нет, смотрите, поле для демо-посева выбирается более, конечно, если посмотреть со спутника на наше, на одно и то же поле, да, то плодородие по горизонту меняется, конечно. Для того, чтобы правильно, дальше все одинаковое на всем поле, для каждого гибрида, одна и та же селка, один и тот же трактор откультивировал, внесли, вот мы вот так же сеем, да, вот, запад-восток, все, допустим, удобрения внесли север-юг, то есть, чтобы никаких там нюансов, обработка почвы, все одинаковое. Стараемся посеять ее в два дня, чтобы и срок села не разорвать. И смотрите, учитывая, что плодородие тоже по горизонту меняется, да, вот мы посеяли 10 гибридов, контрольный гибрид, один гибрид, контрольный, посеяли 10 следующих гибридов, контрольный, 10 посеяли, контрольный, то есть, мы потом сравниваем плодородие, то есть, вот от этого контрольного гибрида, 5 гибридов в одну сторону и 5 в другую. То есть, вы контрольные между собой? Конечно, контрольный сравниваем и как меняется плодородие почвы, тоже сравниваем. И тогда уже, как вам сказать, поправку делаем на плодородие тоже в том числе. Здесь все одинаково, для всех гибридов. Да, какому-то гибриду нужно 70 тысяч сеть, какому-то надо 60, здесь нет. И норма высева одна, и удобрения одни, все одно. И контроль, который позволит нам все-таки анализировать урожайность. Там все четко. Вы же понимаете, столько лет мы этим занимаемся, и люди к нам едут с просьбой. Наверное, поэтому... Поэтому у нас с каждым годом их все больше и больше. И приедут, ну, народ, ну, езжайте, вон вокруг, гляньте, сколько колхозов. И уборка же, вы понимаете, и уборка... Вот если 8 гибридов, по 8 рядов посеяно, каждый нужно отдельно... Убрать, убрать, ну, сейчас, ну, каждая фирма привозит весы, вот весы стоят вот здесь, весы стоят, машина стоит на весах. Вот он этот гибрид прошел, высыпал, зачистил, представители 4-5 записали, сфотографировали, следующую зашел. То есть это колоссальный, ответственный, тяжкий труд. В общем, хоть они там своих присылателей присылают, вам это тоже морока та еще, да? Конечно, конечно. А ну посеять это все, вы же понимаете, насыпал. Ну да, да, да. Вот так в банках насыпал, две девочки тот, две тот. Насыпал, поехали сюда, высыпали, девочки вычистили щеточкой, насыпали. Приехали сюда, девочки высыпали, зачистили щеточкой, продули, засыпали. И так все 130 штук. Вы же понимаете, что это? Ну это адский труд. Они каждый год просят, Александра, может больше не будем? И пред говорит, оно вам надо? Хорошо, давайте не будем делать, давайте. Какие будем гибриды покупать? Нет, давайте делать, ребята, все-таки, давайте делать. Потому что мы же для себя делаем, это же мы не для них делаем. Для себя. По времени у вас выросли урожаи? Вот вы сколько занимаетесь демоопытами? Лет 10, 20, сколько? Ну больше 10, это точно, лет 15. Ну вот начинали, для вас что было показателем? 30 сантиметров, да, было? 30 сантиметров, да? Да, сегодня 50. Сегодня 50. Да, вы уже понимаете, гибриды меняются. Уже тех гибридов нет, которые мы сели 15 лет назад. Ни одного нет уже, в помине даже. Ну то есть то, чему вы раньше радовались, теперь для вас это провал? Провал, конечно, да. Хотя это для нас провал, а для людей это уже не провал. Ну да, может кому-то тоже сейчас за счастье. Вот как-то так.